ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никто никогда еще этого не делал. Никто и никогда не пробовал доехать на машине до Северного полюса. Это специальный выпуск ТОП-ГИР, вышедший в эфиры на BBC еще в 2007-м. На перегонке к Северному полюсу совместный проект ведущих экстремальной программы, производителей автомобилей Toyota и исландской компании по модификации авто Arctic Trucks. Ледяные глыбы размером с собор, полярные медведи размером с хэтчпэк, открытая вода, в которой легко утонуть. Миссия кажется невыполнимой, но... Вот с помощью такой зверюги ведущие программы ТОП-ГИР доказали, что бездорожья и стихий неподвластные человеку не бывает даже в Исландии. Экспедиция на пикапе для Кларксона и Мэя стала легкой прогулкой. Они пелитоник и ели шоколадные батончики. Мы должны сказать, раз уж вы смотрите, это не обжорство. Наши эксперты нам так и сказали. Если уж штурмуете Арктику, то вам понадобится хотя бы 5000 калорий в день. Так что мы так много лопаем с чистой совестью. А вот Хаммонд на собачьи упряжки до финиша так и не дошел. Но владелец Артиктракс, настоящий исландец Эмиль Гримсон, говорит, что это испытание было реально опасным для жизни. Мы не понимали, выдержит ли лед, потому что впервые машины шли по арктическому льду. Было очень много адреналина. Саму экспедицию можно повторить, но те ощущения, которые мы тогда получили, больше не повторятся. Сибирикам предстояло отправиться в такую же нелегкую экспедицию. Пусть и не к Северному полюсу, но по ледникам, горам и песчаному пляжу. Бездорожье в Исландии это совсем не метафора. Без лопат и лебедок ехать нельзя. Да, у нас есть лопата и есть большой трос, видимо, вытаскивать. Кого-то будем сегодня. Я надеюсь, мы все-таки в какую залезем кашу снежную, покопаемся, потягаем. Кстати, в Исландии говорят, эксперименты неугомонных ребят из ТопГир, похоже, только начались. Еще не покорившаяся человеку горящая лава терзает умы инженеров, исследователей, испытателей. Сейчас они должны были и в этом году к вулкану подъехать, но сейчас это невозможно. А в 2010 году они тот же автомобиль, на котором были на магнитном полюсе, переоборудовали для поездки на только что вытекшую лаву. Над колесами были поставлены большие баки с водой, откуда вода текла на колеса. И они въехали на вытекшую лаву, но колеса загорелись все-таки, вода не справилась. Правильные колеса на исландских дорогах вообще чуть ли не главный секрет успеха. Сейчас местные жители тестируют совсем новую резину. Понятно, что внедорожную версию. Производитель стремится к более точному вождению на сухом асфальте и лучшему сцеплению на заснеженной дороге. А снега в стране льда и пламени, как мы знаем, немало. В Сибири, к слову, тоже. Поэтому наши дороги во многом с исландскими схожи. Возможно, именно поэтому и именно в Сибири теперь тоже решили заняться доработкой внедорожников по исландской технологии. Так и появился в Красноярске головной офис Arctic Trucks Russia. Итак, автоучастников проекта прошли специальную подготовку и модернизацию и... Все экипажи дружно. Не поверите, спускают колеса. А чтобы было лучше сцепление, сейчас поедем по горной местности. И камни, вода. Нужно, необходимо, более лучше сцепление, здоровье. Поэтому мы делаем всего лишь 0,8 атмосферы. И вот он, наш безудержный нон-стоп по самым красивым местам острова. И ветер 45 метров в секунду сибирикам совсем не помеха. Национальная святыня Исландии – парк Тингвилир. Он находится в долине между двумя геологическими плитами – европейской и американской. Вместе встреча образуется разлом. Именно здесь еще в 930 году был основан старейший демократический парламент. Места очень красивые, но сибирикам хочется больше экстрима. Наша задача – ехать быстро и весело. Мы меняем маршрут и взбираемся на высокогорье. Максимальная скорость, на которой мы можем разогнаться, это до 80 километров. Хотя можно было здесь, наверное, побольше поездить. Сейчас мы с вами проезжаем такую лаву, под которой могут быть очень серьезные пустоты. О! В некоторых лавах… Поэтому надо ехать быстрее, чтобы перелететь. Неповторимая суровая северная красота и первый, зарывшийся на пути. Как давно здесь застрял этот исландский охотник на Куропаток, одному богу известно. Вот и трост пошел в дело. Вытащив горе охотника, едем дальше. И уже к середине маршрута кажется, что никакого бездорожья по факту нет. Передвигаемся ровно. Да, приходится держать дистанцию. Да, крутые подъемы сменяются резкими обрывами, а грязь смешивается со снегом. Да, здесь везде сплошные камни. Их еще называют эльф-камни. И поговаривают, что исландцы до сих пор настолько боятся эльфов, что не смеют тронуть ни один из этих булыжников. Да, это дорога с препятствием, но ехать по ней – одно удовольствие. Ведь с пейзажами все в полном порядке. Местами едем по пемзовым полям, местами по пеплу из ниоткуда и в никуда, местами прямо через лавовые поля. Возможно, это выглядит, как только что вспаханное картофельное поле под снегом. Однако это черно-коричневые куски застывшей лавы на много километров вокруг. Просторы огромные, вулканы, красотища неописуемая. Исландия – это вообще круто на самом деле. Не все дороги в Исландии такие. Асфальт на острове все же имеется. Но и он из лавы. Этот материал даже активно экспортируют. Но об этом в следующей серии проекта. Уже завтра мы покажем долину гейзеров и самый мощный водопад в Европе. Не пропустите. Генеральный спонсор проекта «Нокиан Тайрс». «Нокиан Тайрс» – шины для сложных климатических условий. Это новый мировой рекорд скорости на льду. «Нокиан Хакапелита 8» – цепляет, как никогда раньше. Продолжение следует...» Субтитры создавал DimaTorzok